Ну, мы в гимнастике, и как видите, что у меня сзади много, премного снарядов. И я уверена, что я займусь сегодня первое место. Но, когда я стану кандидатом мастера, я хочу стать кандидатом мастера спорта. А мне нравится этот кружок, потому что здесь надо стремиться к... К улучшению качества работы, потому что это и есть наша работа. А что мне нравится и хотелось бы показать. Не дай-то бог это случится. И, по сути, я тоже занимался гимнастикой, но это были правила другие. 39 лет назад все хотели результата, так чтобы с детства и сразу в олимпийцы. Страна-то была другая, а сейчас таковых мало. Олимпиада у нас в почете только на ТВ, а так-то нет. Ну, что вам будем говорить? Рано или поздно олимпийцы получают хорошие результаты. Возможно, он выиграет Олимпиаду. И вот тогда он получит что? Ну, наверное, квартиру и, наверное, автомобиль. Но не каждый к этому готов. Потому как другой вариант присутствует. Вот, к примеру, обратившись ко мне и подружив с телевидением, человек за полтора года купил себе не только джип, но еще и три бесспорно крутых машины. Но теперь вопрос немного другой. Как можно развить человека? Ну как? Да вот так. Лучшая работа для детей. Это начинаешь реально понимать, когда времени для будущего просто нет. Господь Бог призовет, и я отправлюсь. И это только в Его силах. Но я прошу о помощи. Другого я не попрошу. Я вкладываю себя в будущее сына. Конечно, хочется идеала, как и всем, наверное. Но идеал, по сути, получается в одном варианте из десятков миллионов от ста. То есть это мизер, ближе к нулям. Но грамотного телеведущего, владеющего всем видом работ, специалиста большего уровня, чем я, можно сделать. Вот к чему и идет работа. Здесь, конечно, занимается и много людей, и много здесь тренеров. У некоторых тренеров есть девочки и мальчики, у некоторых только девочки, а у других только мальчики. Ну и когда мы придем к мастерам спорта, мы сможем, мы будем как тренера и будем, да, так. Но чтобы быть мастерами спорта, надо стремиться к этому, надо на соревнованиях стремиться к первым местам. Что еще больше радует? Больше всех – слаженность действий. Здесь понимаешь работу тренеров. Все быстро и изумительно. Они знают, как сделать правильно. А вот за них спасибо городу. В период полнейшего развала мы сохранили историю нашего спорта. Жалко, что маловато спортсменов, но тут такой вариант – либо работа, либо дети. Причем какая-то странная у нас работа, не позволяющая дать детям радость. Изумительная страна, не правда ли? Вот поэтому таковых мало, но таковые есть. К слову о том, к чему стремиться. Но только тогда, когда детям с детства родители успели дать недвижимость. Раньше было все совсем просто. Раньше спортсмены получали квартиры за свою работу. Сейчас таких нет. Отличная, качественная страна. Как мы еще побеждаем? Вот в чем вопрос. 149 место по коррупции. А лезем вверх. Потому что коммунизм, врожденный с детства, пока еще из нас не выкатили. А мы про город и говорим. В лучшем случае благодарность комбинату. То, что делает Виктор Филиппович, удивляет и радует. Он живет спортом. Можно было бы продать все. Что, не продали, это хорошо. Редко где, не в миллионниках проводятся соревнования. А мы делаем. А может быть из наших лучших дитятков вырастут чемпионы. Мы этого хотим. Мы хотим большего. Да забудьте вы о понтах. Лучший понт это спорт. Вам типа машины нужны. Но вы не понимаете сущности. Скоро ДВС отвалится. Зачем в ближайшие 10 лет на машины пыхтеть, а? Вот в них надо вкладывать. Специалисты-то есть. Лучшие специалисты. Нам такие и нужны. Ведь работа для спорта может быть и не для сверхкрутого. И ваши дети будут жить дольше. Как вам такая тема? Были всего 6 перекладин, там все остальные. Только долго пришлось ждать. Я судья помощника. Мы там записывали, отдавала туда и там все проверяли. И сейчас мы проверим, кто... Кто займет первое место и кто месяц займет. Первое, второе или третье. То есть эта тема, тема правильная. Не каждый может сделать себя идеалом. Я таковых-то и не видел. Работа постоянная. Работа в не один день. Работа не менее актуальная, чем учеба. И вот тогда результат. Часто ли вы видите человека под 70, умеющего садиться на шпагат и стоять на руках? Нет, я таких видел, но очень редко. В таком возрасте на лице вы не видите 70 лет. Ну, где-то примерно 45. Вот это наш идеал. Работать и готовить. Объяснять то, чему перец пока не въезжает. Рассказывать о себе. И рано или поздно он сделает правильный выбор. Дотянуться до мастера могут все. И это наша тема. И вот, например, в старости вы можете сказать, что мой сын и это мастер спорта. Или девочка. И вот тогда, где-то на лавочке, ваши другие товарищи того же возраста вам скажут, да вы просто были молодцом.